В принципе, сейчас выстраивается четкая картина того, для чего принимаются законы об упрощении получения российского гражданства и для чего, собственно говоря, идет массовый завоз мигрантов. Буквально на днях Министерство по экономическому развитию анонсировало новый глобальный проект о создании единой госкорпорации, которой передадут все ресурсы 12 регионов на территории Дальнего Востока и Сибири. Россия – это страна, в которой практически отсутствуют высокие технологии, в которой нет никакой модернизации и нет никакого технологичного производства. Поэтому для того, чтобы эта госкорпорация могла распилить все ресурсы, необходимо огромное количество рабочих рук, необходим завоз мигрантов таких размеров, которые мы еще даже не представляем. Это первый момент. Второе. К чему это приведет? То есть, когда вот эти все ресурсы будут попилены, когда Россия останется нищей страной, наводненной мигрантами, и когда, собственно говоря, нужные люди быстренько обогатятся, то мы получим огромное количество проблем. Мы получим десятки косовских сценариев на территории Сибири и Дальнего Востока, потому что эти люди, получившие гражданство, которые выходцы из Средней Азии, из Кавказии, из других еще народов, которые пока неизвестны нам, может быть, это будут китайцы, они останутся на нашей территории. То есть, мы можем вполне прогнозировать, что когда Россию ограбят, начнется тотальная резня. И последствия этого даже страшно представить. Тем более, сейчас параллельно с этой госкорпорацией правительство анонсировало проект создания Росфинагентства. Это будет частная компания, которая организована по принципу акционерного общества, куда переведут все международные резервы. Это фонд национального благосостояния и резервный фонд России. Они наполняются как раз-таки из нефтяных и прочих ресурсных доходов России. Соответственно, сейчас нашу страну хотят действительно ограбить. А нам наследие вместо богатой развитой страны, которой мы еще пока являемся, оставят орды новых варваров. Во всем мире социологи уже выявили границу взрывоопасную. Это 10% пришлых людей от коренного населения. Когда этот процент начинает быть превышен, начинает полыхать пожар межнационального конфликта. Начинается социальный взрыв. Лучше до этого состояния не доводить. У нас в Москве на сегодняшний момент мигрантов уже, по оценке экспертов, почти 20% от населения. Мы находимся в стадии, когда рвануть может в любой момент. Зачем нам на наших улицах колоссальный социальный и национальный конфликт? Это не надо делать. Если мы не хотим боев на улице, необходимо выстраивать миграционный режим на дальних подступах. Пусть будут эти границы по Средней Азии проходить. А не через Марьино, не через Люблино, не через Таганку, не через Преображенку. Надо, чтобы пожар войны был отодвинут от наших стен. А у нас идет реальная война. Посмотрите, детей-то убивают на самом деле. Все люди, у которых есть дети, или хотя бы рассчитывают иметь детей, вы подумайте о своем будущем. Вы подумайте, чем вы рискуете. Вы рискуете будущим своих детей. И речь, если вас не пугает это, если вас интересует только экономическая сторона вопроса, посмотрите, что творится с экономикой. Приходят мигранты, это разрушенный трудовой рынок. Это фиксация примитивной рабской экономики. Соответственно, Россия навсегда будет отставать от цивилизованного мира. Она застрянет в экономике, которая ориентирована на сырье и на рабский труд. Вас это устраивает такая жизнь? Лично меня эта жизнь не устраивает. Я хочу жить в цивилизованной, передовой стране, в которой нет межнациональных конфликтов. Именно для этого необходим визовый режим. Нельзя иметь одновременно две открытые калитки. Нельзя, чтобы была открыта граница Средней Азии и граница в Европу. Какую-то из этих калиток придется прикрыть. Либо вы хотите, чтобы жить по-европейски, либо вы будете обречены жить так, как живут в Таджикистане и Афганистане. Выбирайте. Ну что ж, поговорим о миграции не как политологи, а как, допустим, писатели. Я думаю, что ситуация будет, если все будет продолжаться примерно так, как сейчас происходит, выглядеть примерно так. Где-нибудь лет через 10-15 мы будем читать примерно такие новости. Значит, допустим, там, Москва-Бат. Сегодня произошло сражение между, допустим, китайской и узбекской группировкой в районе Паша-Изаде. Это будет так называться, там, какая-нибудь площадь, которая раньше называлась Пушкинской. Естественно, памятник Пушкину к тому моменту, в общем-то, снимут. Потом на его место поставят Расула Гамзатова. Потом Гамзатова, естественно, тоже снимут и поставят какого-нибудь мусульманского авторитета. Потом ваххабиты взорвут этот памятник. А в конце концов, площадь просто будут называть площадь Паша-Изаде. Никакого памятника там не будет стоять. Ну вот, а на этом месте будет стоять чрезвычайно известная в Москве опиокурильня. Так вот. И вот в районе этой опиокурильни, значит, соответственно, китайцы и узбеки схлестнутся в очередной раз. Это покажут по телевизору. Возможно, даже попадет в Евроньюз. Они такие вещи любят. Значит, дальше будет сообщение, что с бывшего российского Дальнего Востока в настоящий момент этот кусок территории будет самоопределяться, потому что непонятно, то ли он будет присоединяться к Китаю на правах автономии, то ли к тому моменту это будет уже относительно самостоятельное государство, возглавляемое, скорее всего, каким-нибудь жителем Закавказья с основным населением смешанным китайско-таджикско-узбекско с некоторой примесью бывшего русского населения. Впрочем, тогда слово «русский» уже вряд ли будет приличным. Скорее всего, эти люди будут называть себя «сибиряки», чтобы их просто не били на улицах. Так вот, соответственно, значит, там будет проходить референдум об условиях присоединения к Китаю. Что касается бывшей Владимирской области, на которой уже будет установлен, скорее всего, халифат, то примерно в это же самое время там будут проходить грандиозные торжества по поводу окончания Рамадана. Торжества очень важные, потому что очень для многих жителей области, особенно из бывшего коренного населения, это будет первая возможность там нормально поесть за месяц. Знаете ли, мусульмане любят благотворительность, иногда кинут какие-нибудь объекты, Ну вот, многие этого ждут. Это будет подано как очередной акт гуманности мусульман. Про Кавказ я уже не говорю. Что к тому моменту останется от Кавказских республик, это вопрос сложный. Ну вот, а вот, например, самый Ставропольский Амират, который к тому моменту будет заселен, естественно, с одной стороны выходцем из Кавказа, с другой стороны все теми же самыми туркменами, будет, скорее всего, претендовать на региональное лидерство и спорить с этим самым Эмиратом Чеченским. Вполне возможны вооруженные столкновения на границе с применением химического оружия. Весьма интересна судьба города Петербурга. К тому моменту, я думаю, что город, скорее всего, сохранит историческое название, хотя несколько раз его новые граждане попытаются его переименовать во что-нибудь другое, типа, например, караван-сарай. Тем более, что, скорее всего, значение транспортного узла он сохранит. Тем не менее, на очередном плебисците 52% петербуржцев высказались все-таки за сохранение исторического названия города. Мусульманские организации города будут оспаривать результаты референдума, поскольку, как известно, вопрос был сформулирован на русском языке, ну вот, а русский язык к тому моменту будет знать около 30% населения города. Ну, скорее всего, европейцы на это дело обратят внимание, и придется проводить новый референдум, результат которого, в общем, трудно предсказуем. Впрочем, не все будет так плохо. Я думаю, что, скажем так, в Норильске, допустим, сохранятся остатки русского населения. Должен же кто-то работать на Норникеле, согласитесь. Я думаю, к тому моменту будет достигнут новый рекорд, продолжительность жизни жителя области достигнет, наверное, 42 лет. Ну, учитывая все обстоятельства, я думаю, что это будет хорошим прорывом, потому что до того момента она там не будет дотягивать до 40. Ну, я имею в виду, конечно, взрослого русского белого мужчину. В общем, я думаю, что можно было бы развивать тему и дальше. Но, честно говоря, очень не хочется. Дело в том, что вот мне, как литератору, интересно напрягать фантазию. А здесь фантазию напрягать не надо. Все следствия из того, что сейчас принимается, ну, вот настолько очевидное, вот абсолютно любому человеку, что все то, что я сейчас говорю, может описать, наверное, там, каждый второй, кто вообще там интересовался этой темой и задумывался, куда все это идет. Поэтому, пожалуй, прерву поток этих фантазий и скажу только одно. Вы знаете, мне очень хочется напрячь воображение и предположить, что вот каким-то образом всего этого не будет. Но, если все будет оставаться так, как прежде, у меня не хватит фантазии придумать такой сценарий, чтобы, допустим, эти законы были приняты, вся эта миграция хлынула, и, тем не менее, допустим, чтобы там лет через 10-15 мы бы снова стояли в Москве на этом же месте, никакой опиокурильни вон там, вон рядом бы не было. Ну вот, а все присутствие, скажем так, азиатского начала выразилось бы только в изобилии заведения с узбекской кухней. Вы знаете, такой идеальный вариант, опять-таки, если все будет идти так, как сейчас идет, я не могу себе представить, у меня не хватает воображения. Может быть, у вас хватит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok